Здравствуйте, друзья! 2020 год привнес много нового в нашу жизнь. Стало привычным постоянно видеть людей в масках, пользоваться дезинфекторами. Все стали тщательнее следить за своим самочувствием. Важным маркером здоровья, применительно к данной ситуации, является уровень кислорода в крови или сатурация. Для измерения его используются специальные приборы, пульсоксиметры. Еще год назад про них мало кто слышал, а сейчас это продукт повышенного спроса. Не остался в стороне и я. В первую очередь при выборе я отмел варианты дешевых 5-долларовых ненеймовских приборов, потому что доверять их показаниям, мягко говоря, нельзя. Я остановил свой выбор на продукте компании Uwell. Это достаточно известный бренд с более чем 20-летней историей, который специализируется на выпуске медицинских приборов, в том числе тех, которые используются в больницах. А конкретно данная модель Uwell EX303 была выбрана для представления на краудфандинге Xiaomi Yopin. Модель Uwell EX303. Диапазон измерения сатурации от 70 до 100%. Диапазон измерения пульса от 25 до 250 ударов. Оптический сенсор двойной 660 и 940 нанометров красный и инфракрасный. Экран OLED с функцией поворота. Питание 2 элемента 3А. Размер 58х32х34 мм. Вес 54 грамма. Я решил показать упаковку, хоть делаю это очень редко. Упаковка отличная в воздушном противоударном пакете. Я взял вариант с дополнительным чехлом. Поставляется пульсоксиметр в белой картонной коробке с цветной фотографией устройства на верхней крышке. Еще раз подчеркиваю, это не Xiaomi, как пишут во многих магазинах. Это продукт компании Uwell. Просто именно эта модель была запущена на краудфандинге Xiaomi Yopin. Для интересующихся скрин новости с Xiaomi Today за 30 мая 2020 года. Чехол черного цвета раскрывается в виде книжечки, застегивается на молнию. Выглядит прилично, химия не воняет. Но относительно прибора он раза в два больше, чем нужно. В него легко войдет и парочка таких пульсоксиметров. Производитель тоже позаботился о хорошей упаковке. На коробку не пожадничал, в ней много пустого места, что обеспечивает дополнительную защиту закрепленному в центре прибору. В комплекте пульсоксиметр, ремешок белого цвета его можно закрепить на приборе, инструкция на китайском языке и отметка прохождения контроля качества. Корпус устройства сделан из белого пластика. В верхней части расположен цветной OLED-экран и единственная кнопка. Пульсоксиметр проводит измерения, будучи надетым на палец, поэтому имеет конструкцию прищепки. Принцип работы состоит в том, что свет, который излучает светодиодный сенсор на одной из сторон, проходя через крови ткани, улавливается светочувствительным элементом, расположенным на противоположной стороне устройства. Степень поглощения световых волн зависит от степени насыщения гемоглобина крови кислородом. Также крови ткани изменяют цвет проходящего через них света. На задней стороне находится батарейный отсек, на его крышке продублированы параметры устройства. Для того, чтобы снять крышку, ее нужно сдвинуть в сторону, под ней находятся разъемы для батареек формата 3А. Батарейки в комплекте не идут, поэтому нужно заранее предусмотреть пару подходящих элементов питания. Включается прибор нажатием на кнопку. Кстати, глазами мерцания экрана не видно, только на камеру. Через несколько секунд устройство переходит в режим беспрерывного мониторинга. Нажатием на кнопку изображения можно вращать с шагом 90 градусов. В этом плюс такого экрана, потому что можно повернуть изображение, так как вам удобнее. После того, как палец достать из пульсоксиметра, он через некоторое время отключится автоматически. Провел пару сравнений с показаниями своих часов в MOSFIT GTR. Показания пульса обычно очень близки или полностью совпадают. Более частый пульс тоже совпал, но это с условием, если перед измерением хотя бы немного не двигаться. Если пульс начинает меняться, например, если присесть несколько раз, то показания на пульсометре обновляются немного чаще. Здесь частота начала падать, что видно на пульсометре, но еще не видно на часах. Наличие такого прибора дома, особенно сейчас, во время пандемии, может быть очень важным и даже спасти кому-нибудь жизнь, потому что падение сатурации может быть показанием не только к госпитализации, но и к искусственной вентиляции легких. На этом все. Всем желаю здоровья и не болеть. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома, вы можете увидеть в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok